...правительственную коалицию. И тут же уточнили, что такое сплочение общества. С 2018 года в Латвии хотят фактически ликвидировать русские школы. Перевод общеобразовательных школ только на латышский язык обучения в Латвии планируется с 1 сентября 2018 года. Свидетельствует проект договора о сотрудничестве партии правящей коалиции, который планируется подписать уже завтра утром. Документ предусматривает подготовку правовой, экономической и социальной базы для введения в школах нацменьшинств с 1 сентября 2018 года преподавания на госязыке всех образовательных программ, за исключением иностранных языков и предметов, необходимых для сохранения языка и культуры нацменьшинств. Этот вопрос давно продвигает одна из партий правящей коалиции, Нацблок, но до сих пор он не получил поддержки большинства коалиции. Тут, правда, следует отметить, что создаваемое правительство проработает 10 месяцев, причем в предвыборный год. Уже этой осенью будет новый коалиционный договор, но Нацблок введет в нынешней коалиции фундамент для будущего правительства. Для любой партии важен вопрос как о старте на выборах, так и о своих партийных приоритетах. И сегодня, сидя за этим столом и создавая эту коалицию, мы пытаемся делать все возможное, чтобы она проработала до выборов и чтобы она стала фундаментом и для следующего правительства. А тем временем, пока одни фактически закрывают русские школы, другие их открывают. Россия в ближайшее время приступит к реализации за рубежом, в том числе в странах Балтии, проекта по созданию сети русских школ, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он уточнил, что в этих школах будет вестись преподавание на основании российских стандартов. Латвийский коллега Лаврова Эдгар Ренкевич на его инициативу отреагировал незамедлительно. «Это неприемлемо и не будет приемлемо», написал он в своем твиттере. Министры сегодня утвердили правила, по которым с первого...